На сегодняшний день для подрастающего поколения уделяется большое внимание, ведь именно в таком юном возрасте начинает формироваться понятие главных человеческих качеств. В детском саду-теремок духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Для формирования и сохранения исторической памяти воспитатели организуют различные мероприятия. В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл военный квест для детей старших групп. Мы с коллегами очень часто организуем вот такие мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества, Дню Победы и другие духовно-нравственные праздники, чтобы они почувствовали вот этот азад, вот этот дух единства, товарищества. Сухопутные морские и воздушные войска. На такие три команды разделились воспитанники детского сада. Перед началом игры, как и положено, прошёл торжественный марш. Каждое подразделение во главе своего капитана озвучили девиз и название команды. После этого маленькие бойцы принялись в сопополнение поставленных задач. Поддержать ребят и рассказать немного о военной истории был приглашён почётный гость – подполковник в запасе ветеран войны в Афганистане Игорь Журавлёв. Мне очень нравится, как подготовились воспитатели. Это в игровом спектре, но очень-очень красиво и очень-очень впечатлительно, потому что дети уже понимают основы воинских специальностей, понимают, что кому нужно, как работать и так далее. То есть, я считаю, что это просто великолепное мероприятие для нашего города. После успешного выполнения задач на внимательность, логику и скорость последовало финальное испытание. Командам нужно было составить главную фразу – спасибо деду за победу. Конечно же, в этой тематической игре победила дружба. Каждая команда, помимо знаний и хорошего настроения, получила заслуженные грамоты. А по завершению соревнований на полевой кухне участников и зрителей угостили горячим чаем. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.